Как быть, если досадная техническая накладка угрожает сорвать важное выступление? Представьте, у вас ломается микрофон, падает экран или гаснет лампа проектора. Что делать? Нештатные ситуации это своего рода вампиры внимания, с которыми тоже нужно уметь справляться. Сегодня вы увидите, как это делает в своих выступлениях Барак Обама. Первое правило борьбы с вампирами – спокойствие и только спокойствие. У вампиров, как и у страхов, глаза велики, и они тем сильнее, чем сильнее вы их боитесь. Возьмите себя в руки. В конце концов, этот вид вампиров питается не вашей кровью, а вниманием аудитории. Не дайте им помешать вам. Кстати, с этим связано второе правило – тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Уделяйте техническим накладкам столько внимания, сколько требуется в данный момент времени. Если вы заметили надоедливую муху, случайно открывшееся окно или человека, зевающего в зале, и никто, кроме вас, больше этого не заметил – это вампиры класса С. Просто игнорируйте их и продолжайте свое выступление. Если хотя бы половина аудитории отвлеклась, охнула, вздохнула, засмеялась, как-то было в выступлении Обамы – это вампир класса Б. Конечно, он не способен сорвать все ваше выступление, но на какое-то время он отнимет у вас аудиторию. Первое правило – не делайте вида, как будто ничего не происходит. Остановитесь, сделайте паузу, откомментируйте ситуацию и только после этого продолжайте выступление. Высший пилотаж – легализовать вампира. Превратить его из помехи в помощника. Вот как это делает Обама. Правда, здесь важно не заигрываться. Если вы уделите вампиру больше внимания, чем он заслуживает, аудитория может потерять рабочий настрой. Вампиры класса А – это те, которые полностью меняют ход выступления. Здесь правило одно – будь готов ко всему. Иногда лучшее решение – сделать перерыв, сократить выступление или вовсе его перенести. В остальных случаях, если вам встретится вампир, просто сохраняйте спокойствие и продолжайте свое выступление. Удачи!